Вы на канале лекарственные растения. Здравствуйте! Яркие бордово-бурые плоды с мелкими шипами созревают на ветвисто-плоских стеблях усеянными иглами. Опунция, туна или мексиканская груша, суккулентное растение – род семейства кактусовый. В своем разнообразии достигает около 300 видов. Этот род является одним из самых крупных в семействе. Стебли кладодии овальные, уплощенной формы, ветвятся и образуют куст в 2-4 метра. Все растения покрыты колючками, включая мелкие глохидии, которые не видны человеческому глазу без специального вооружения. Цветки желтые или красные с разнообразными оттенками цвета. Ареал обитания – Северная и Южная Америка, Карибские и Багамские острова, в том числе острова в прилегающих к ним водах Мексиканского залива и Атлантического океана. В России, как интродуцированные растения, которые любят засушливые места обитания, хорошо прижились в Крыму и в городе-курорте Сочи с влажным субтропическим климатом. Плоды опунции очень питательны и полезны для здоровья. Употреблять в пищу можно не только фруктовые плоды, но и кладодии кактуса. Все части растения используют в разных сферах – косметологии, кулинарии, сельском хозяйстве, промышленности и народной медицине. Они содержат пищевые волокна, крахмал, глюкозу и золу. В мякоти мексиканской груши находятся органические кислоты, аминокислоты и альбумин. Это белок, который вырабатывается в печени под влиянием гормонов щитовидной железы, а также витамины и минералы. Различные виды опунции продуцируют флавоноиды, лактоны, известные как альфапироны, терпеноиды, алкалоиды и беталоиновые пигменты. Содержащиеся во фруктах и действуют как антиоксиданты. Мексиканский кактус выводит лишнюю жидкость из организма. Рекомендуется при отеках. Используется для лечения диабета второго типа. Оказывает положительное влияние на нервную систему и на работу сердца. Опунция полезна людям с заболеванием остеопороза. В плодах содержится кальций, которые участвуют в формировании костной ткани. 99% элемента откладывается в скелете, ногтях и зубах. Эффективна при лечении язвы желудка и желудочно-кишечного тракта. Мексиканцы всегда лечат кактусом это опасное заболевание. В том числе используют протертые стебли при переломах, растяжениях и ревматизме. Суккулент ценный продукт и практичен в косметологии, способен помочь справиться с многими различными недугами. Октябрь. Опунция сейчас в самом соку. Пора и мне попробовать этот удивительный тропический деликатес. Срывать их голыми руками не получится, так как мелкие глохидии моментально впиваются в кожу и может быть нарыв. Как сейчас у меня, когда я попробовала сорвать плод. Так что собирать мексиканскую грушу нужно в кожаных перчатках или придерживать большим пинцетом и срезать ножом. Раньше этот фрукт я видела только в роликах, как мексиканцы срезали с кактусов и ели. Соответственно понимала, что такой экзотики у нас нет. Да и в магазинах тоже не встречала. В начале сентября мы с мужем гуляли вдоль побережья и вдруг я заметила на кактусе торчащие выпуклые бугорки. Тихо проговорила, это съедобные плоды, давай сорвем и проверим. Кое-как с трудом сорвали, я аккуратно разгрызла. Внутри него были твердые плоской формы косточки. Мякоть кисловатая, со слизистым соком. Что-то напоминала, но есть побоялась. Придя домой, стала сразу искать в интернете и нашла. Через месяц снова гуляли вдоль побережья, видели кактусы, а на них поспевали плоды. На этот раз собрали немного домой. Будем пробовать, какие они на вкус. В разрезе мякоть яркая и сочная. Кожура жесткая и несъедобная. Не знаю, как чистят этот плод на ее родине, я сделала таким образом. Одним пальцем взялась за удлиненную часть фрукта, а другим за луковичную и маникюрными ножницами срезала выпуклые бугорки с глохидиями. Затем промыла под проточной водой. Теперь можно смело брать руками и не бояться, что вонзится мелкий шипик. Можно сразу срезать кожуру, чтобы было удобно протыкать вилкой и кушать. Кстати, туна сильно красится, ну и также быстро смывается. Поэтому, если не хотим несколько часов ходить с окрашенными руками, надеваем перчатки и чистим как картошку. Думаю, половины очищенных фруктов хватит, остальное пойдет на варенье. Запах просто восхитителен! Сладкий, цветочно-фруктовый, аромат. Немного даже вскруживает голову, как от феромонов. Внутри спелой опунции, где расположены косточки, много сладкого жидкого сока. Вкус похожий на гранат. Мякоть мясистая, сочная, чем-то напоминает голубику и киви. Нежная, с кислинкой. Недозревший плод немного хрустит, слизкий. Привкус и запах схож с алоэ. Кисловат. Косточки обязательно посажу у себя на огороде. Сначала, конечно, в горшок, а когда подрастет, высажу в открытый грунт. Как только у меня кактус вырастет до нужного размера, буду готовить из него различные блюда и лечебные снадобья. А пока можно насладиться вкусовыми и полезными качествами плодов этого удивительного тропического растения. На сегодня все, друзья. Подписывайтесь на канал и познавайте лекарственные растения вместе с нами.